добрый вечер дорогие друзья в эфире программа звезда на звезде мой сегодняшний гость не сразу стал актером сначала он как послушный сын уступив требовательным родителей выучился на электрика четвертого разряда ну а потом как говорит судьбы не уйдешь природа взяла свое прошу любить и жаловать заслуженный артист татарстана есть такое звание в жизни моего гостя актер театра квартет и камиль ларин здравствуйте мужественную руку этот твой механик техник радиотехник камиль вызвал у всей страны подозрение что конечно сильно пьющий человек у нас часто спрашивают в аэропорту я помню к саше демидову подбегает человек и говорит мне два вопроса камиль в жизни также пьет он говорит нет лёша голубой нет спасибо и все выходит скажи мне а вы для родителей и электрик это было нормально в списке профессии уважаемых артист абсолютно не ну артист это это было непонятно непонятно что что это тем более для мужчины тем более ну как бы я понимал что может быть именно такая схема именно такая схема что я вот закончил институт женился получил профессию электрика и так вот вот всю жизнь бы я бы и проработал там расскажи про уклад такой волжской татарской семьи это же это же огромная многодетная компания это сколько тебя родственник у меня очень много родственников очень много каждом районе в каждом даже даже сейчас несмотря на то что многие уже уходят да но я помню что происходило в детстве то есть любой повод был поводом для того чтобы собраться это 50 человек минимум да это просто да это ерунда 50 с детьми когда приходилось то есть дети были там на одном этаже если это двухэтажный дом вот или на улице родители значит занимали здесь то все ставились лавки там все народу было все проводы дни рождения пришел с армии ушел в армию но то есть все все и вот это вот огромное количество я до сих пор еще не помню кого как зовут из родственников двоюродные троюродные пятиюродные а вот кто мне доводится да а это в общем конечно да это всегда было но вот я с удовольствием вспоминаю я вот вот когда мигратор что для тебя детства для меня детства это солнце вот солнце это значит светло это вот вот это вот прекрасно это какая-то доброта какая-то было бы было всякое но тем не менее родственников конечно а родных братьев сестер сестра старшая но мы вдвоем дети войны понятное дело ну то есть там пор по по довоенные там семья мамы и семья папы это большие семьи и их тоже рост то есть это 6 детей минимум вот потом их там сократилось стало четыре уже все потом а уже современные современные уже ассимилирование уже по двое детей да 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 но приезжаешь волгоград как тебя встречают ну как мама встречает сестра ревнует и иногда говорит что ну понятное дело сын приехал это нас холодильник забит хотя у мамы два холодильника вот всегда есть еда но это постоянно мы я не успеваю естественно там ты завтракаешь уже готовится обед ты пообедала уже ужин ну то есть же никто не знал наверное всех тягот первых лет становления там жизни в этом чужом огромном мегаполисе этих первых тяжелых шагов в профессии но уж последние 15 как минимум лет ну вы на виду ты известный популярный артист и мне кажется должно быть каким-то таким всенародным праздником учитывая те застолья детские которых ты говоришь твой приезд в логоград я день до нет а раньше происходило каким образом я приезжал родители сразу приглашали там родственников мы делали одно застолье и дальше каждый выбирал для себя день когда он меня пригласит каждый из родственников у меня получалось что я там был допустим недели там полторы или две и у меня каждый день было застолье то есть я ехал к одному брату к другой сестре мне интересно ловил ли ты вот эти хлистаковские сюжеты камиль будешь там в москве увидишь путина скажи ему вот это потому что но ты же оттуда не ты же из телевизора ты же с киноэкрана ты же решаешь все наверное проблемы конечно нет человек из москвы тем более артист вот смотри там он добился вот он там фильмах стал сниматься вот он стал известным и популярным а вот скажи а вот у пугачевой и шел какой-то вопрос я ребята откуда я знаю ты же в москве ты же наверняка да там с пугачевой общаетесь где-то или а вот что агалкин а киркоров я ребята пожалуйста увольте иногда мне передают такую информацию из провинции которую я не знаю здесь в москве то есть а вот это вот ты знаешь я говорю нет хочу там москве то вообще ничего не рассказывает но когда мне стали родственники спрашивать у меня автограф родные когда здесь я напрягся там сестры там двоюродные мы не себе ну там по племянницам девочки мои дорогие мы все-таки как-то семья да давайте уже без этого обойдемся правда ли что дедушка готовил маршалу жукову да это да гениат рахматуллин моего деда так звали он был старшим поваром он был ответственен за то что варилась то есть он какой-то период до был ответственным за личным поваром грубо говоря ну не личным но ну ну наверное ну лично это когда он там переезжает что-то рассказывал на нем там не было такого близкого подпускания к телу но то что он готовил для него и да ладно не могло не быть знакомства послушай но когда нам вкусно мы всегда хотим знать кто доставил нам удовольствие значит он умалчивал первый твой заход в театральное училище это был 87 год во время учебы в энергетическом театре попробовал себя попробовал да саратовская слоновская училища ну так известнейшие слушай там театр замечательный драматический вообще саратов город прекрасный скажи мне а ты просто эту обезьянью природу в себе вот эту артистическую ощущал с детства я был очень стеснительным ребенком было очень несмотря на то что я любил показывать какие-то этюды причем не на публике себе перед зеркалом перед зеркалом когда я был один в квартире когда родители были на работе я любил там переодеваться в пиратов а у тети моей было много париков я значит а тогда фильмы про индейцев были угу гойка митич все дела и я надевал эти парики я значит бегал по комнате а у нее было много колечек у тетки значит надевал и тут я был уже каким-то бароном или королем или царем там или еще что такое иван грозный все дела вот но вот показывать так на публику боже упаси заскочил ты неожиданным образом саратовская поступил и свалил хотя я тогда очень хотел мясо приняли сразу на второй курс ну да слоновская я читал янковский там конкин его заканчивая ну как это так но с другой стороны я подумал а глядишь и квартета бы не было бы в этом случае в гитис ты бы точно на этот курс не успел это точно да 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 ты разделяешь мнение романтическое мнением многих наших коллег что школьные годы но я имею ввиду уж театральные студенческие студенческие самые прекрасные о да несмотря на отсутствие денег вообще чем они прекрасны они прекрасны тем что не было таких забот которые появились вот это крана женился у тебя так рано появился ребенок что по моему заботами то себя обременил на каком курсе института ну на четвертом почти вот здесь я уже выпускался сын родился ровно тогда когда мы закончили институт но все равно ну там первые три скажем четыре года но никаких проблем у тебя нет точно у тебя никаких проблем у тебя нет жилья нет денег мнение если были деньги их нужно куда-то с ними не крутились да что надо покупать если квартира на не как-то ухаживать дом это вообще и вот сейчас думаешь а тогда это классно было ну что институт там экзамены чистое творчество потом да это же приятно было еще учиться потому что ну все что ты хотел танцевать петь кривляться вот она про мастеров расскажи пару слов владимир сергеевич коровин у нас мастер курса человек уникальный в своем роде он свое время снялся ну на непокойно в свое время он снялся и сыграл молодого ленина каком-то фильме да он был такой высоватый вот он закончил мхат но был у нас мастером курса на эстраде то есть мы у нас эстрадный стране ленинда к эстрадникам как-то так относятся очень знаешь ну козыря вот его можно считать таким крестным отцом театра карте целлютно абсолютно это вот он у него главная фраза была гениальная когда он говорит ребята вот когда выходите на сцену по безответственней это уникально просто он вас соединил ну вот я имею ввиду там в отрывках в каких-то там студенческих работах у нас получилось что лёша со славой значит лёша барад но они из детства они тогда это это легенды у нас вот а мы так вот потихонечку как-то подбирались мы хотели остаться всем курсом но все после нашего такого клича ребята давайте сделаем театр все сказали да и и потом куда-то кто куда-то куда вот а мы как так остались на гляну а чё ну а чё мы чем мы не театр четыре человека театр название такое придумалось квартет и ведь наверняка неминуемо пришел момент когда зал был уже неполный потому что все свои отсмотрели или как это было так и было так и было то есть собрать 100 человек и и с этим надо было надо было что-то делать надо было как-то зазывать и мы зазывали мы печатали листовки мы рассылали их раскладывали по близ стоящим домам вот на что потом жильцы выходили вот опять какую-то прокламацию мы печатали афиши с нашими лицами писали запомните эти лица запомните это название квартеты кому это надо было а потом квартет запомните все насколько это было эффективно и ну эффектно может быть потому что мы подходили мы клеили подходил какой-нибудь там милиционер сказал что это такое снимайте самый главный эффект в новогодние кино афиши появляется фильм производства квартета и и вытесняет другие фильмы потому что зрители запомнили эти лица в какой момент перещелкнуло когда вы поняли что вау о о о о о у нас все равно вот на такой популярности скажем нет да как у эстрадных звезд а слушай в цов ну вот такой он хочет конкурировать нет не хочу у него своя история у нас своя наоборот подходит и ребят снимите меня в фильме ну вот один из показать один раз меня пересадили из эконом-класса потому что не было билетов или или были дорогие просто честно скажу в бизнесе меня из эконома просто подошел стюард сказал камиле будьте добры хорошо я только вещи забирал и был последний возле туалета я демонстративно так прошелся по по салону сел в бизнес-зал все автографы истории какие-то силы это было при а гаишники сотрудники гбдд когда отпускают с ними вообще отдельная история то есть один раз правда ну то есть иногда как бы я начинаю оправдываться да ладно перестань что у вас там нового фильм какой да и рассказы один раз значит сотрудник остановил и говорит ну что камень 100 рублей с вас ну тогда еще я говорю ну может быть вы отпустите придете домой вечером и скажете вот остановили там камиле ларина и отпустили нет я буду рассказывать другую историю я эти 100 рублей и потом отпустил я вернулись и вам так интереснее будет слышать но я не я не даже не под не про это узнаваемость а про внутренние ощущения знаешь но когда ведь артисты очень животное такое голодное неспокойная голодная до работы что-то нового чего-то да вот когда пришло ощущение что это вкусно было то что вот мы сделали это было и всем нравится и вроде уже и и не сосет я подожди я понял вопрос да наверное с фильмом о чем говорят мужчины настолько мы кайфанули потому что мы такие молодые мы такие зрелые уже такие вот еще мы такие в кино и вот здесь конечно было прямо такая вот тотальная прямо узнаваемости популярности ощущение что тебе везде улыбаются везде тебя проводят везде да что вы что вы проходите и так вот это было да скажи мне а ты заслуженного это когда получил в прошлом году в прошлом году марта ведь никто из твоих коллег этим похвастаться не может не но мне и лет побольше то есть звание дали уже но уж уж мне тоже уже к полтиннику идет что называется уже прямо прямо бежит полтиннику поэтому вот мы еще очень скромный вот это тоже к вопросу о популярности понимаешь мы бы давно бы если бы захотели бы отправили вот эти запросы в министерство да сказали мы уже 20 лет на театре уже даже больше и нам в принципе за выслугу лет и тем более смотрите сколько мы все сделали а вот фильмы а вот спектакль а вот телевидение ну мы просто этого не делаем ты говорил что к эстрадному отделению такое было отношение да вы назвали квартет и театр и в театральном сообществе положа руку на сердце долгое время тоже ведь было отношение мне кажется и до сих пор да ладно ну мига у вас нет ни одной театральной премии а вы выставляли себя там на маску с каким-то спектаклем или но это же кто-то должен делать мы обидка то была внутренняя нас да был целый монолог в спектакле разговоры мужчин такая обиды и уможенная набитка гениальная мысль к я считаю что мы же то не театр мы не театр понимаешь в театре же должно быть как-то ну как то же это в театре а у нас что нет но зато когда приезжают родственники в москву куда пойти квартиры ребятам и здесь вынять мы это купировали потом потому что ну не хочет сводить счет ну нет как-то мелковато было то есть типа ребят мы будем ничего мы не будем доказывать моему мы доказываем тем что мы есть да у нас тут ваншлаги у нас там фильмы и спектакли произведения в виде театральной драматургии существовали успешно на сцене кто-то нужен был кто поверит в кино судьбу просто вот пришли и сказали что хотим снимать целенаправленно день выборов день выборов мы говорим но он у нас как бы стоит вторым может быть все таки его нет меня интересует это ну наверное на злобу дня тем более выборы тем более россии всегда но это всегда да это было интересно и в общем на нем и остановились ну а что денег дают ученом не снять это вообще сразу как возьмем экранизируем то спектакль вообще фильм фильм первый для нас вообще это конечно конечно обеими руками учитывая некую взаимосвязь с тем что после появления фильма день выборов губернаторские выборы на всей территории россии отменили возникает ощущение что это был какой-то госзаказ знаете да вот туда я правду говори в глаза смотри только правду истинную правду действительно может сложиться пищей и складывалась и нам многие говорили и после не только после день выборов и других фильмов так как когда извини меня там падали мосты когда это ребята вы чё вы засланные казачки пророки какие да или а здесь четкий был момент как будто до госзаказ такой ну я думаю что это совпадение вы такой народную любовь популярность не искали за счет такого ощущения отсутствия запретных тем в том числе вы легко легко как кажется позволяйте себе допустим иронизировать и шутить над властью власть этого не очень любит когда выходил фильм день выборов 2 до нас дошла информация что в общем-то никто не против ради бога делайте прокат как-то это узналось выходит фильм на тему день выборов извините мало ли что значит все-таки у нас правительство далеко не самое глупое то есть они понимают что у нас нету такой прямо вот явной конфронтации или каких-то нападок нет мы отражаем нашу действительность все что мы можем сказать вот так в лицо то мы отображаем там иначе это будет ну как не по-взрослому как по-детски и убежал спрятался куда-то спрячешься нет пожалуйста изначально вы всегда оставляли имена но при этом это же не вы я фильме вообще ренатович я в жизни ну да а милить а там ренатович я же там сотрудников фейсб как бы играю да ну которая становится я была одна история подходит человек в штатском говорит здравствуйте камиль там допустим ренатович я здравствуйте он говорит а я сотрудник фсб я ему звание он говорит капитан я ему так по плечу расслабься я полковник и отхожу вот сначала так завелся потом веру да ладно перестань пойдем водки выпив вот выпили подружились все хорошо дальше идет вторая серия я эту историю рассказываю там где-то в проходит годы и выходит фильм день выборов 2 он еще него не выходит но вот уже прошел анонс и вдруг он меня где-то находит в соцсетях этот человек и пишет говорит я полковник не опережай он говорит слушайте мне так приятно что вы рассказываете нашу историю вот это вот которая была в клейнграде я грамм ну да как как любопытно и вот я у вас то как дела он говорит вы знаете я вас скоро догоню я уже подполковник я говорю поторопитесь я уже генерал извините название дают быстрее быстрее персонаж тезка твой камиль с другим отчеством так легко разруливал какие-то ситуации ты никогда не думал помочь родному волгограду года два назад мы с кем-то искушение было нет мы с кем-то обсуждали мне говорили а почему тебе бы в силу вот этих ваших когда не пойти там в мэры баллотироваться ну в мэры ты бы не понимаешь не смог бы надо должен был быть ну театра да 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 ну а депутат обещают видишь поэтому это была и шутка что типа вот камень возьми и прям прийти вот мэром будь я ну не знаю может на пенсии когда-нибудь нет я считаю что политика это конечно хотя надо участвовать я понимаю что вот ну ты ленинская помнишь то жить в обществе и быть от него свободным невозможно скажи как вы пишете такое ощущение что это все соткана из ну наблюдений и и что эти наблюдения коллективные вы до дописываете друг другу но я понимаю там да кто садится делает рыбу да ну да потом это все подвергается какому-то мозговому штурму как правило компьютера сидит сережа петрейков вот и в общем то собирает все а так ну понятно что у нас авторы втроем то есть мы с годами поняли что эту процедуру могут делать там три человека мы в это время можем сашей где-то еще поработать и заработать да то есть ничего нам коллективности 100 человек будет зачем ребят кто может но мы десяток вот 10 остались остальные давайте вперед там еще что-то делать вот так же у нас здесь получилось это история из нашей жизни это история из жизни там каких-то друзей подслушанных подсмотренных где очень часто в фильме как раз и эти истории просто иногда разговариваешь потом раз они гады в пьесу включили насколько тебе комфортно без квартета потому что так время и твоя личная фильмография показывает что из квартета самый универсальный артист во всяком случае чаще других отскакиваешь в чужие руки ну да это так называемая как но это измены не назовешь хотя я наш квартет сравниваю с семьей да у нас ну мы только вместе не спим а так у нас есть свои там обиды и своя ревность какая-то здесь тем не менее позволительно взять уйти где-то если это не мешает процессу и тем более что я же потом поделюсь если бы я бы снялся в каком-нибудь там шедевре я снимаюсь в нормальных скажем там картина у тебя увеситая фильмография мне по крайней мере не стыдно вот этих работах которые мы создаем все вместе да там где мы цензируем друг друга где мы смотрим в той истории вот допустим я снялся я понимаю что мне абсолютно не стыдно и это хорошо а не глядя а ну нормально камень смотри пошел там и и снялся ну по-своему наверное я тоже буду ревновать если у ребятам будут там на телевидении где-то работает кто-нибудь по серьезному из квартета уходил были какие-то постоянно уходит это сейчас уже можно говорить но он так уйду все и уходит и мы значит санька назад его нет пойду все мы говорим сань начало объяснять что это квартет и же понимаешь вот и он так возвращался раза три он давай или больше на уходил приходил вот сейчас он ударился в музыку это вот его тоже саня рокер да сейчас он в альбомы выпускает песни поет вот группы там у него передачи александровский сад все такое он в этом ну как он в этом кайфует потому что он там главный у нас опять самцов что это значит даже не главный он там сам по себе ну ведь нужна же какая-то зона одиночества даже в семье даже но там даже в браке ну ты же хочешь уйти с книжкой искать любимая дай мне час куда но это же то же самое согласен да и и ревновать и обязательно обижаться нет нет как раз никто не ревнует для меня будет комфортнее если он там что называется подпитается выдохнет придет и мы с ним сыграем спектакль хорошо глядя в глаза они не отводя их да конечно у меня как у сережи там петрикова был свой проект другой театр вот он занимался антрепризами снимал за свои деньги он значит ставил вот ну вот у него своя история у меня вот захотелось книгу сделать ну так вот лежит же на столе а ты все не даришь и не да я вот вот я хотел ее показать вот такая книга здесь все все наши все общие прекрасные друзья тобою собраны да а идея какая вот потому что идея автор идеи камиль ларин в чем идея я просто на тот момент не хватало мне наглости выпустить свой сольный альбом ну сборник своих собственных стихов и да и поэтому мне надо было как-то за что еще пишет прятать рима а кто еще разошло свое дай свое надо и дай абсолютно так и произошло то есть это сборище молодых и не очень поэтов но не безызвестных до поэтов ну да папа по второму как бы их по второй профессии это поэты вот это скорее даже хобби а кто же не баловался стишками и эта идея собственно и пришла ребят пишите пишите присылайте начитай сейчас конечно пролетела и зависла твое тело в этом мире стала пресно стала кисло стало тесно в мире тире в этом мире стало тесно принимать пора решения и отстреливать уместно тех кто стал давно мишенью паранойя и созвучие в этом мире обитает и душа какая сучья или божья миром правит я не вспомнил такой серьезный слушай а вы подсадили и мистифицировали вообще всю страну по поводу кризиса среднего возраста все стали так серьезно об этом думать а это же такая мистификация фантастическая потому что у каждого первых свой средний возраст согласен согласен потому что срок жизни каждому определен разно да 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 но он все равно в 15 лет не будет это будет нацать нет это будет такой кризис там ну подросткового да это но вот приблизительно начинает уже ты же уже это давно перескочил этот кризис среднего возраста ну перескочил мне когда мне кажется я перескочил он каким был у меня был очень тяжелым когда я подходил к лёше кортневу декабрь месяц когда у нас работа прямо кипит у нас одно второе ёлки и спектакли есть чего еще же надо но нет нехватка в чем-то есть как заблудившиеся стадо мы не находим место здесь поперла вот это же самое у меня внутри что-то такое я лёша чуть делать он говорит о камелёк поздравляю вот она добро пожаловать в наш возраст и подходит гитарист митя ребят вы о чем вот мить тебе 33 года иди отдыхай летом через семь придешь через здесь именно с кортневым ты собираешься отмечать в этом году совместный 50-летний юбилей расскажи об этой идее какое-то забавное название да эта идея у нас возникла потому что и у лёши там 12 октября исполняется 50 лет и у меня 10 ноября вот и мы решили собрать друзей на огромной площадке крокус сити вот 19 ноября и название в общем-то быстро придумалось два по пятьдесят два по пятьдесят то есть у нас есть уже такой плакат где лёша с со стаканом значит виски а я стаканом молока потому что два года уже я как и лову и слушай и не развяжешь на юбилей нет ну по крайней мере ты кремень ларин предпосылок нет ну слушай уже два новых года до дни рождения какое количество дней рождения на свадьбе я тоже не пил не но как бы я не знаю чтобы я мне вот так скажи что я брошу у меня как-то так оно произошло вот вот так вот хочу тебе задать один вопрос не сочти его каверзным есть ощущение что это такой привычный выигр что ли или или какое-то другое объяснение или или она просто простое любовь почему те боевые подруги которые прошли через общаги нищету и все остаются может быть любимыми но первыми женами и на их место успешных взрослых заработавших славу и популярность и деньги мужчин появляются новые вторые половины я могу сказать что любовь это вообще шутка 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 вот не зря я оговорился шутка это любовь для меня непонятая станции или как ее угодно назови то есть она вот то что мы называем там любовь с первого взгляда вот эти вот знаешь и первые эмоции когда все я влюбился мне кажется все это ерунда любовь она если это любовь ее любовью скажем так можем назвать уже когда она проходит несколько этапов это может быть ссоры не беру это могут быть разводы это могут быть разочарование это может быть мудрость определенная и вот когда вот эти этапы проходишь вот тогда можно сказать любовь вот она это действительно любовь а вот это все мимолетные или пусть не мимолетные там романы которые как бы называют я влюблен сколько ты два месяца это любовь ну давай посмотрим тогда давай посмотрим вот сейчас годы пройдут вот вот ты же человек тоже со стажем да с огромнейшим огромнейшим стажем да и естественно я уверен что вы тоже проходили в выходе и а куда без них мне понравилось твое определение оно принадлежит тебе что рядом с мужчиной должна быть та женщина которая помогает ему видеть небо или заставляет его поправь меня или не мешает как ты не мешает не мешаешь и мы видеть него хотя это и другое и третье имеет отношение к главному мужчине нужно видеть небо нужно обязательно и нужна рядом женщина которая не мешает ему это делать помогает а иногда и заставляет рядом с тобой сейчас такая женщина да да я уверенно могу сказать что поэтому ты производишь впечатление счастливый человек но я к счастью вообще очень аккуратненько отношусь а что это такое вот скажи счастье раз уж мы сыплим определениями да мне кажется такая мимолетная штука то есть вот когда люди говорят что я счастлив а я говорю сколько ну там минуту до миг два года я даже дальше не продолжаю но это лукавство это это абсолютно ну нельзя бы но это либо тогда человек свихнутый немножечко да вот он говорит ну такой вот он ходит два года у меня счастья с этим человек не ерунда это мить конечно я себя иногда ловлю я надо ловлю себя вот это это может быть как знаешь как вот так все вот не до обернулся и все а вот все совпало все совпало здесь хорошо тут хорошо это это счастье да это эйфория некая такая это такой вот ну как как я представляю это вот такая вот я хотел тебя вот о чем попросить пофантазировать вот представь себе пройдет еще лет десять я надеюсь ты будешь также юнно выглядеть как и твои коллеги по квартету я не уже состарятся к тому времени ты думаешь состарятся ну так она ну а как но если только хаид облысей еще еще больше облысей скажи мне ты предполагаешь что вот будут сидеть эти четыре еще более умудренных опытом но по-прежнему молодых человека и рассуждать о кризисе какого возраста или о выборах да куда уже но понятно что зритель у вас свой есть и он будет вас слушать и вам внимать о чем вы будете разговаривать о чем шестидесятилетних ну а чем то есть не будете мимикрировать вот и решать подростковые вопросы да нет я не думаю а мне кажется что к тому моменту пройдет мы будем наверное говорить уже не знаю ну не дай бог ну а старости там а вот понимаешь мы себе представляем что вот нам там по 75 там да по 80 к примеру и мы такие старички мы все выходим и исполняем там тучки по тучке у нас номер такой был это был ну как бы смешно дедушки выжили из ума я конечно не могу привыкнуть что мне уже скоро блин это это конечно невероятная фигня я вот недавно только с пацанами игралки в банке в клёк вот ездили на каких-то там самокатах и все такое а тут друг найти ну ничего ну слушай но жизнь такая ли она что-то подсказывает какие-то темы быть мы же не думали разуме не размышляли о кризисе среднего возраста там когда нам было по 25 по 30 да но она как-то так приходит и так вот смотришь на артистов которым уже там по 75 лет да но они как-то вот как который еще так в обоими которые да ну вот они как какие-то темы обсуждают вот что-то их волну бы я я думаю что у нас нас будут волновать какие-то темы безусловно вот иначе но если не будет роста то будет регресс как это понятно да если ты не поднимаешься значит ты падаешь поэтому надо все время что-то новое открывать и что-то делать поэтому это в гольф поэтому это стихи и поэтому это какие-то новые фильмы поэтому что-то хоть послушай в конце концов ты молодой отец и это тоже эмоции которых я все я всегда хотела и понимаешь еще вот в силу своего возраста я что называется дозрел потому что у меня есть стихотворение которое я написал младшему ну первому сыну давай да я ему написал следующее прости меня мой старший сын что слов не находил и от избытка крепких вин тебя не долюбил не доиграл с тобой в лото и в сад не доводил не дочитал тебе борто не до потратил сил все-таки тогда было студенчество и нужно было мало осознанное осознанно да ну как бы ребенок да хорошо я понимал что ребят через месяц понял что у меня ребенок но это сознание наверное любого человека который там в молодости рожает первого ребенка да и он сознание что у меня ребенок она приходит позже но это неважно но нужно было заниматься какими-то другими вопросами нужно было пробиваться нужно было зарабатывать деньги нужно было это и естественно вот то то внимание оно не дошло к сыну а вот сейчас я более менее могу остановиться что называется остановись кипучем беге жена из мгновения ты прекрасно осознанный возраст когда начинаешь получать настоящее удовольствие от жизни такое счастье ты большой молодец вот и главное чтобы безболезненный был бы был переход во все возрастные категории дальше долгой счастливой жизни и спасибо большое что пригласила я тоже желаю счастья и чтобы и чтобы вот эти минуты счастья или мгновения мгновения чтобы их было больше друзья у меня в гостях был актер театра квартет и заслуженный артист республики татарстан и совсем скорый юбиляр камель ларин а давай спасибо пока дорогой а